привет друзья канал другой взгляд в общем хочу показать у нас такую улицу с интересным названием называется улица романа шухевича она тоже кстати было в комментариях с просьбой показать покажу заодно и расскажу о том кто такой гауптман роман шухевич чему гауптман скоро расскажу ну а пока двух словах хочу сказать за транспорт видео с транспортом есть на канале принчу это такое еще цыгане 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 в общем хочу рассказать за транспорт двух словах потому что я сюда ехал на сто сорок шестой маршрутки чем если у меня такое видео на канале видео на канале по городскому транспорту я еще там радовался о круто думаю появились у нас наконец большие автобусы в городе в общем с радостью я сказал но что-то у меня чувство было какой то есть в этом подвох думаю ну не может без без подвоха появились большие автобусы что-то тут нечисто да оказалось и правда что-то тут нечисто кстати улица романа шухевича раньше она по-другому называлась сейчас схожу покажу тут трамвай тут ходит бабушкина в общем такая остановочка здесь в общем час этим транспортом они взяли спустил большие автобусы на маршрут они взяли и сократили количество автобусов на маршруте то есть это уже радовался такой думаю ну все чья-то задница не будет с форточки торчать когда маршрутка едет ага фиг там взяли сократили количество маршрутов сказано сделано хотели большие автобусы получите на те выкусите прекрасно и от этого стало еще хуже стало хуже потому что большие автобусы на же все наличкой у нас же все не по картам у нас все наличкой нужно платить платить наличка естественно если кто-то за заднюю дверь заходит то есть вероятность что он не заплатит ну такая теоретически присутствует и поэтому водители начали впускать всех только через переднюю дверь естественно это создает очень большие неудобства оба очень большие дискомфорт потому что все толпятся возле этой передней двери огромного автобуса он забитый в хлам выйти из задней двери когда он забитый тоже проблематично поэтому все не хотят эти зад зад автобуса пустое перед забитый все стоят мама мама мне не за что держаться ну так их зато большой автобус нам дали вот как этому относиться я товарищи друзья господа дамы и господа не знаю но вот сам факт что вот получили мы большие автобусы пока это я гуляю на улице романа шухевича пока гуляем немножко расскажу что это за персонаж такой был и так кто же такой роман шухевич именем которого назвали эту улицу прежде всего я должен сказать что он был членом а он это организация украинских националистов сначала на было единое потом произошел конфликт когда убили одного из лидеров в этой организации произошел конфликт между всем известным бандерой мельником очень разделились эти ребята раскололи появился он м и он б которые враждовали с друг другом собственно говоря обе эти организации сотрудничали с немцами потому что хотели с помощью немцев добиться своих целей но на деле по факту немцы использовали их для достижения своих целей ну и конкретно по роману шухевич с тридцать девятого по сорок трой год обучался наш роман шухевич секретной школе опера также он служил вооруженных подразделениях третьего рейха вот именем человека назвали эту улицу был заместителем командира спецподразделение нахтигаль соловей звание галпана капитан с ноября 1941 года был заместителем камень командира батальона шутсман шафта вот такой вот наш роман шухевич и тут я должен сказать что вообще это было за специальное подразделение нахтигаль которому один из командиров которого был роман шухевич его сформировали преимущество из членов а он б обученных операм для действий на территории украинской ссср в составе диверсионного подразделения брандербург 800 ходе операции барбаросса и хотя основные функции деятельности батальона это было подрывная диверсионная деятельность особо отличились они над расправами мирного населения 2008 году израильский мемориал яд вашем заявил о причастности батальона нахтигаль лично галтмана шухевича к массам убийством еврейского населения во львове первые дни оккупации вот такой вот он роман шухевич именем которого названа была эта улица кстати я уже с нее свернул решил прогуляться здесь еще прям району это улица щепкина просто показать как все тут выглядит ну что райончик конечно скажем так очень милый такой уютный хороший дорог правда нет так что вообще но что сказать вот такой вот он был роман шухевич так ну а я решил еще погулять показать вам вообще на самом деле если вы думаете что это вообще как это окраина города то вы очень сильно ошибаетесь вот эта улица ливаневского по сути дела вот этот вся эта улица весь этот район рядом шкам центральным районом города то есть вот если ехать на маршрутке от центра города то это всего лишь 30 минут кстати обратите внимание на эту остановку остановка новая вот ее просто туда взяли и вставили такое чувство вот как как вот просто вставили вот стой здесь а вокруг красота а вокруг загляденья просто любо дорога посмотреть как она все по богатому тут вот с этой остановкой поставили эту остановку и так она все так она все по богатому стала когда такая красивая остановка стоит столбчиками такими еще вот просто вглядитесь в эти в эти очки украина что-то европа в конце концов милая уютная европейская европа трамвай кстати немецкий бушный правда но немецкий своих то мы решили не ставить а немецкие поставили хотя принципе правда в этом какая то есть учитывая какие убитые там рельсы ставить на эти убитые рельсы новые трамваи тоже еще то удовольствие правда но то что здесь комментировать но вот вот что комментировать но остановки поставили спасибо хоть остановки поставили тротуаров нет дороги нет трамваев нормальных нет ни хрена нет но остановки поставили иду я любуюсь этими остановками нет конечно что вообще остановки поставили ткани хорошо только вот вокруг ничего не сделано ну вот да просто наслаждайтесь видом ребятки просто наслаждайтесь видом это у нас также улица ливаневска нет петровск вообще конечно такое чувство что не в днепропетровске куда-то вдруг забрел забрел всего хотя я на самом деле понимаю что это всего лишь полчаса от центрального штамма от какой же это отек европейской почте площади это полчаса езды на маршрутке полчаса езды то есть вот такой нас европейский город цивилизация однако напишите пожалуйста в комментариях что вы вообще об этом думаете кому вообще почему вообще как вообще могу так произойти что ту улицу назвали именем военного преступника именем убийцы именем человека который ответственно за жизни очень многих людей то есть они реально преступники это военный преступник именем военного преступника назвали улицу более того у нас же запрет как коммунистической так и национал социалистической символики и пропаганды и так далее тут но каким образом почему роман роман шухевич не вписывается в эти рамки мне например непонятно то есть для меня это конечно да я знаю что и после войны эти люди сотрудничали западными спецслужбами но тем не менее но езж какая-то человечность есть же какая-то конце концов ведь был уже нюрнбергский процесс 1946 года когда осудили военных преступников но было же это все и тем не менее вот как так то вот для меня например и для многих хочу сказать кто живет в украине это непонятно это странно ну а касательно этого района ну как бы я судить не хочу кому-то наверное этот район нравится кому-то может не очень нравится на самом деле район нормально я ничего хочу не хочу сказать плохого но вот эти конечно убитые рельсы убитые дороги то есть меж претензии не к домам у меня претензии к отсутствию дорог вот этой уже например огромный то есть она же уже в ее выборе не вот этому облезванную дому да то есть вот к этому всему да потому что такое ухрюканная убитая тоже не какая-то там глубокая окраина ну то есть называет европой но к те что европа но здесь дальше прошел тут хотя бы асфальт есть но асфальт есть уже хорошо то есть такой маленький пятачок это есть не ошибаюсь улица гомельская но вот асфальт хотя бы в одном месте но есть уже как бы неплохо хотя бы что-то а тут уже нет что-то сомневается не по-петровски улица гомельская предлагаю уже просто наслаждаться этой прогулкой наслаждаться окрестностями наслаждаться этим прекрасным весенним днем это я в городе город днепр высотки сюда видно высотки десяти этаж а называлась раньше ларионова таблички то не поменяли посмотрел на табличку и узнал как улица называлась раньше все разбитое принципе о чем-то конечно они правы в том что купили эти бушные разваленные трамваи правы они в том что ну куда ну вот с такими рельсами какие нормальные трамваи только те наверное могут выдержать или доработали тоже свое родящие рельсы на вид там хуже было вот на вид но когда едешь грохает нормально